Всем привет! Давайте разберем сейчас свойства цвета оранжевого предмета. Для начала нам нужно определить его цветовую группу. Исходный цвет, над которым мы будем работать, принадлежит красно-оранжевой цветовой группе. Локальное значение будет близко к спектральному, то есть максимально чистое, звонкое, насколько возможно определение этого цвета в цветовом теле. Ну а дальше мы будем уже смотреть, об каких свойствах этого чистого спектрального цвета представлена наша рулеточка, наш объект, который мы будем анализировать. И будем уже выносить в таблицу, значения, в пределах которых мы можем ее рисовать. Итак, у нас с вами есть источник света, направленный справа налево и чуть-чуть как бы от нас, по диагональному направлению. Мы это направление определяем по падающим теням. Далее мы определяем, он теплый или холодный относительно объекта. Важное слово относительно объекта. То есть там, где свет способен отразиться, он нам должен показать развитие либо в желтоватую, либо в голубоватую сторону. И мы видим, что на свету оранжевый предмет начинает приобретать розоватые значения. То есть мы видим это по цветовому телу в том числе. Объект пошел в разбел. Голубой свет от неба одновременно с эффектом и охлаждения, и рассветления доводит оранжевый до такого разбавленного красного, красно-розово-оранжевый оттеночек в светлом тоне. То есть мы можем характеризовать этот свет как холодный. Поэтому у нас в строке светлоты, отвечающий за светлые свойства, мы можем сразу использовать светлый, чистый, холодный оттенок, который дает нам этот источник света. Теплый свет мы здесь не наблюдаем, но относительно теплее у нас есть освещенные грани, которые меньше, то есть он более удален от света, может быть угол этой детальки, способствует тому, что данная освещенная грань выглядит более оранжеватой, такой желтоватенько-оранжеватой, нежели розовый, то есть уже теплее свет выглядит, это очевидно. Вот здесь еще что-то такое, что у нас здесь тоже немножко с оранжеватым оттенком, и розовинка, и оранжевинка есть, да, что-то среднее. Хорошо. Локальный чистый разбел, какой мог бы тут быть, то есть если мы говорим про локальный чистый цвет данной цветовой группы, вот этот, да, то он должен был быть, просто идти по цветовому телу, просто в светлоту, да, то есть мы должны были бы его где-то увидеть вот в таком состоянии, в суперчистом. Но такого у нас в сюжете нет. Поэтому мы, имея цветной источник света, который вносит изменения в оранжевый предмет, оранжево-красной группы, вот я думаю, что вы сейчас хорошо эту разницу заметили, да, каким должен был быть чистый локальный, просто разбавленный, и у нас таких нет, потому что источник света будет воздействовать с изменением температуры в какой-то мере, и обязательно будет вноситься это погашение легкое. То есть даже где мы с вами рисуем теплый свет, да, мы его нашли относительно теплее вот этого розового, но не такой уж он и чистый, да, согласитесь, по сравнению с тем, какой мог бы быть. То есть такого чистого у нас с вами локального не будет. Локальный светлый грязный свет будет или нет? Чтобы нам получить локальный светлый грязный, нам нужно цвет без изменения температуры вывести в ахроматику в светлом тоне. То есть мы движемся к серой шкале и в светлых серых, да, в светлых состояниях погашенности мы должны найти ахроматическое погашение этого оттенка. То есть это бы тогда считалось у нас с вами грязным светом в локальном тоне без изменения температуры. Но, конечно, любое движение в триадность, то есть в серость, оно будет за собой подтягивать так или иначе изменение температуры, потому что мы тогда увеличиваем количество холодных участников спектра хоть как-то, двигаясь в серость. Но в цветоведении мы понимаем под этой колонкой именно разбавление черным, что мы не просто этот цвет погасили. Мы его можем погасить с выраженным холодом, мы его можем погасить с выраженным теплом, а можем его погасить в черно-белость. Вот если мы будем двигаться в черно-белость, то мы получим ну что-то подобное, да, идем в ахроматику. И в нашей сюжетной среде тоже такого свойства цвета не будет, потому что предмет цветной, источники света цветные, не чисто белые. Чтобы нам, конечно, такую серость получить, у нас должна быть такая нейтральная вокруг черно-серая среда бесцветная, которая бы где-то в полутоне нам светлые тона зарефлексовала бы чем-то черное, черно-белым и привело бы к погашению. Здесь мы такого совсем ахроматического погашения не наблюдаем, поэтому данное свойство цвета в нашем сюжете не участвует. Теплый, грязный, в светлых тонах, то есть мы разбираем светлые тона, значит мы анализируем в объекте только то, что обращено к свету. И каких-то прям грязных теплых я не вижу, да, то есть чтобы у нас наш оранжевый пошел в какие-то коричневатые группы в теплом направлении, такого нет. Как бы это выглядело? Это выглядело бы в светлых тонах. В данном, в данном контексте, если бы мы пошли в тепло, если бы мы пошли в грязь одновременно, то так, не уходя в сильно темные оттенки, мы бы, наверное, увидели, мы бы, наверное, увидели, ну, может быть, что-то вот такое, да, то есть чтобы свет был и теплым, и грязным. И у нас такого нет. Чтобы такая среда случилась, либо у нас должен быть более теплый свет цветной, а не голубой, да, то есть более закатный свет и влияние среды должно быть. И свет не должен быть при этом ярким, сильным. В холодном, грязном варианте на свету мы уже можем, на самом деле, кое-что подыскать, потому что есть области освещенные, они оранжево-красные цветовой группы, но в полутонах, там, где не сильно солнце активно сейчас, да, свет от неба в данном случае, на мой взгляд, там могут быть у нас такие эффекты погашенного состояния. Надо посмотреть, где их можно найти, чтобы они были выражены холодные, да, нам нужно холодность передать, нам нужно передать холодность, то есть наличие розового в данном случае, в данном контексте, и все это в участках тепла. Так, и все это должно происходить еще на свету, да, чтобы это не было сильно уже в средних тонах. Что еще светлее может быть? Вроде как, а почему тогда грязный, да, если такой розовый, но он кажется таким розовым, потому что он уже смещен, на самом деле, в сторону погашения, да, вниз, в серость, он уже сдвинулся. Если бы этот вариант был суперчистым, да, розоватым, для сравнения я рядышком сделаю, то мы бы уже видели более чистое значение светлого тона, а здесь выраженно присутствует вот эта серость прохладненькая, да, голубоватая, которая в контакте с оранжеватым будет гасить его и привносить вот такую припудренность легкую. Вот, поэтому, да, мы его отнесем к грязному. Теперь давайте проанализируем средние тона, средние тона в локальном цвете. Ну вот самый выраженный локальный цвет, какой я вижу, это полутональное состояние, то есть вроде бы как на свету, но не перпендикулярно к свету обращены грани. В нормальном состоянии рассеянного такого света, без пересвета, без перетемнения, более-менее стабильное качество цвета на разных участках в подобном направлении. Возьмем где-то посередине, не сильно удалено от источника света, чтобы было. И я его впишу, наверное, пожалуй, в состояние локального. Даже в локальный я его не поставлю. Знаете, я его поставлю все-таки в средний, теплый, чистый. Объясню почему. Поэтому, если бы я брала локальный, вот данный цвет, вот я его тыкнула, в среднем тоне чистый вариант, то это должно было совпасть с исходной точкой этого цвета, по сути. То есть, даже если я возьму и проведу эту линеечку дальше от серых, да, там приподниму от затемнения даже немного, даже если я не дойду до суперчистого состояния, то в чистом среднем варианте у меня должен был бы быть все равно какой-то очень яркий, насыщенный цвет. Объективно он здесь таким и кажется, на самом деле кажется, потому что вокруг еще много коричневых, каких-то черных. И этот оранжевый кажется, ну, очень ярким, звонким. Но объективно на самой звонкой его части он уже вот какой-то с коричневинкой, да, то есть все, он определяется уже с движением в погашенность. Поэтому локального чистого среднего цвета, прям супер какого-то звонкого, мы здесь не видим. То есть мы можем этот цвет использовать как исходник, если он у вас такой готовый есть. Например, оранжевый пирол или красно-оранжевый пирол еще есть, или красно-оранжевый кадми еще есть, красно-оранжевые. Пожалуйста, но из них мы должны дальше развивать вот эти сложные. Хорошо. Локальный грязный, то есть мы это уже обсуждали. Это цвет, который должен быть, ну, как будто с переводом в черно-белое, да, как будто он пошел в серость. То есть у нас этот цвет есть. Если мы его ведем в серость, в среднем тоне, да, не доходим до сильно темных, не сохраняем избыточно там цвета в нем, мы его гасим, да, в среднем тоне. Ну, пусть это будет не такой темный, да, чуть повыше поднимемся. Вот. Настолько обесцвеченных состояний я не наблюдаю здесь, в данном сюжете. Даже если я возьму зону рефлекса, зону рефлекса от стола, там, с легким каким-то, с какой-то сероватенькостью, ну, все равно оно в сравнении будет более цветное. И я бы его даже в тепло и грязный, да, например, разместила, вот этот вот рефлекс. А серого, погашенного в среднем тоне вообще обесцвеченного грязного локального цвета я тоже не вижу в этом сюжете, поэтому мы их не используем для передачи. Холодные в среднем тоне, чистые и грязные будут здесь или нет? Ну, опять же, у нас тепло-холодность понятие относительное. Оранжевый это вообще, красно-оранжевый это очень теплый по своим свойствам объект, то есть мы в нем можем наблюдать холодность относительно этого предмета. Понятно, что сам по себе цвет, который принадлежит этому предмету, даже в тени, да, вот мы с вами возьмем в тени, понятно, что сам по себе это очень жаркий цвет, даже в тенях у него очень жаркая температура. Но относительно вот этой желтой оранжевинки, это будет охлаждение, потому что там присутствует больше уже красного, больше синего, да, без него мы этого затемнения бы иначе тогда не увидели. Поэтому в средних тонах, давайте, холодные, из чистых, что я могу взять? Это то, что краснее оригинала, да, это поискать в средних тонах, чтобы это не было слишком, чтобы в тени, да, мы еще пока не убежали. Средние, средние, ну вот с подсветочкой здесь, да, есть у нас пластмассочка, но она, мне кажется, уже пойдет сейчас в темные тона, рановато пока нам так ее указывать. То есть оранжевые в средних тонах, чистые, холодные, где вы? Будут ли они здесь вообще? То есть эта зона очень похожа на зону света, но в принципе уже... Теплый, так, холодный, чистый, но он не суперчистый. Вот в среднем тоне он на самом деле уже будет грязный. Холодный, грязный. Будет ли здесь что-то холодное, грязное? Ой, холодный, грязный. Ну вот они есть, эти розовые, да, на свету, а нам надо хоть чуть-чуть в полутонах каких-то их поискать. Почему грязный? Потому что уже сдвинут в сторону погашенности. Если бы мы искали холодный, чистый в среднем тоне, то мы бы с вами шли в разбавление через осветление. Мы бы могли пойти, в принципе... Так, если бы мы искали с вами просто холодный, чистый, холодный, чистый, то мы бы пошли в более красную такую группу от оранжевых. И там в чистом тоне мы бы искали розовые, чистые, да, относительно того, что у нас есть. Но у нас таких холодных оранжево-розовых нет в оттенках. У нас есть примесь голубоватого света, разбеляющего на оранжевую поверхность. Поэтому у нас только такой вариант. Но я не могу сказать, что он холодный. То есть мне вот этот вот квадрат, он мне о холодности, честно говоря, не особо сейчас рассказывает. Я вижу, что он на самом деле теплый, рыжеватый, да, то есть он у нас здесь мог бы где-нибудь участвовать. И я бы его на самом деле тогда обозначила как отсутствующий. То есть холодный и прям грязный средний том. Ну, это если бы было вот так и вот так. Вот так. То есть вот такого у нас нет в сюжете. В анализ он не попадает. Хорошо. Так, из средних тонов что мы вообще наблюдаем? Обилие вот такого оранжевого его очень много чистого. И где-то вот пошли уже там погашения оттенки. И темная линеечка пошла. А если я в темной линеечке буду работать над локальной чистой зоной, тогда, если я определю это цветовое тело, да, вот он наш цвет. Вот его локальное значение чистое. И как он пойдет у нас в темноту? Он вообще может быть темным и чистым? Вот с этого, да, давайте начнем разговор. А он вообще может быть темным и чистым? Или у красно-оранжевого предел собственной темноты, насколько темно можно эту краску накрасить? Он уже такой средний. То есть мы его если в темноту и поведем, то это не будет локальная чистота без погашения. То есть это будет вот так. Это не будет локальная чистота без погашения. Его в принципе не существует. То есть мы даже этот цвет не можем даже выкрасить как пример. Эти мы хотя бы красили, что да, такой цвет бывает, но у нас его нет. А в темном чистом локальном варианте красно-оранжевого его в принципе в природе не существует. А вот этот локальный грязный цвет с затемнением, когда нам разрешают использовать погашение, это да. То есть мы можем его обозначить как темный. Вот я его свела в черный цвет. Мы его погасили. Но мы можем, чтобы не так уж сильно он был яркий, можем его еще немножко рассерить. То есть у нас красно-оранжевый в погашенном состоянии, который движется в черный, он пойдет вот в такие глухие коричневые. Но у нас их нет. И у нас их не просто нет, у нас их даже нет вот в каких-то узеньких щелях, потому что пластик заполнен светом, он обладает светопроводимостью, он сам себя изнутри засвечивает и дает цвет в эти тени. Вот как раз теплых темных теней у нас будет, на мой взгляд, достаточное количество. Ну по этой же причине, да, что он светится, этот пластик. И вот как раз одна из ярчайших теней, обращенная к нам, теплая, относительно чистая, да, она вот аж прям красная, такого рода. А теплая, грязная, какая-нибудь глухая, но относящаяся еще к теплым. Так, это у нас должно быть что-то без сильно выраженного просвета, чтобы была грязь. Ну вот сложно найти грязь, на самом деле. Такую вот прям, чтобы была грязь, чтобы она при этом была такая. Да, то есть вот пошло, мы пошли в погашение. Так, что касается холодного, чистого, его физически здесь не будет никак этого цвета, потому что объект изначально очень теплый, он не может отразить теплый, чистый, холод. И холод грязный, относительно холодный, да, относительно того, что есть. Так, это у нас, давайте искать, что может быть таким в тенях, содержащим синий, розовый, красный, глубинный. Ну, они в целом похожи вот на эти, да, то есть у нас тут разница будет очень нюансная. Но, наверное, я вот найду такую падающую плотную тень без внутреннего свечения, и ее бы я отнесла к холодным, грязным участкам. Вот, и таким образом получается, что из всех свойств цвета, какие могли бы быть использованы, мы вообще не используем чистые, мы не используем черно-белые с погашением в черноту. Из теплых, чистых у нас варианты будут, но они, даже если с потеплением якобы, но они все равно слегка глухие. Они все равно слегка глухие. Ну, не знаю, кто как рассудит, может быть этот цвет стоит и в грязный поставить, да, а наличие чистого просто отменить, что его и не будет, как и локального не будет, но он относительно чистый относительно того, что есть, из того, что давали. Он хотя бы очень близко вот к этой верхней дорожке чистых цветов, но с легким приглушением, то есть мы это в работе учитываем, что везде присутствует вот этот голубоватый оттеночек. И только там, где небо в тенях нет, куда оно сильно активно не воздействует, но работает внутренний светящийся вот этот эффект, да, пластмассы, что она вон аж горит красным вот на этих гранях, которые светом заполняют этот пластик, что мы можем даже несколько вариантиков себе вводить, что мы можем в качестве чистых и оранжевые такие использовать, а местами эти оранжевые доходят до красноватых, да, то есть в тёплых чистых у нас могут быть разнообразные разбеги по температуре этого цвета. В зависимости от того, свет отражённый от поверхности или он заполняющий этот свет, да, внутри, то есть проходящий, заполняющий, или это простая вот такая тень, глухая, тёмная, холодная сразу стала, или это тень с проходящим светом. То есть в зависимости от свойств материальности будет по-разному проявляться свойство цвета этого предмета. Так вот, получается, что мы с вами в оранжево-красной группе, чтобы нарисовать этот предмет, будем использовать какие-то тёплые, жёлтые, чтобы работать в теплоте. Будем во всех замесах абсолютно, и на свету, и в тенях, и даже там, где кажется чисто, мы будем использовать синий в составе для лёгкого-лёгкого приглушения, потому что какой бы мы ни взяли образец, он всегда будет отступать от идеальной чистоты. А отступ от идеальной чистоты для оранжево-красных – это добавление синих. То есть нигде он ни разу не встал в верхнюю линейку суперчистого цвета. Или там в правый угол самый чистый. В тенях мы используем, конечно, ещё больше синего как участник погашения, но обратите внимание, насколько наполнены локальным цветом эти замесы, что они в основе своей всё равно будут очень такие жирненькие по набору, густо красно-оранжево, оранжевые они будут густо набраны, где-то прям красные такие, да, и к ним уже добавляется охлаждение, погашение, потемнение через синеватый. Возможно, здесь будет даже, невозможно, а точно, здесь будет более сочная вот эта смесь, да, цветная после высыхания. Если вы будете работать, не добавляя там чисто синие, а будете работать на фиолетово-розовых, которые вы будете добавлять в замесы красно-оранжевым, и у них будет общая спектральная составляющая, это красная спектральная часть, и она в замесах одновременно вам будет и синеву погашения, потемнение давать, ну и подкреплять красным спектром, который есть в составе фиолетово-розовых. То есть вы одновременно решите две задачки, да, и тень сохраните, теплый насыщенный темноту ей дадите при этом. Ну и теплый насыщенный, имеется в виду, локальный цвет предмета сможете передать. Это что касается разбора, вот только, например, оранжевой рулетки. Как мы должны смотреть на мир, да, то есть вот мы когда хотим, собираемся что-то порисовать, у нас вот эта табличка, она должна происходить в голове. Что здесь есть, чего здесь нет. Это мы пока только по свойствам так примерно раскидали, то есть это мы не делали отдельно, тональный, например, анализ. А сколько здесь светлых, сколько средних, и сколько темных, да, и насколько они все друг от друга по тону отличаются. Это уже отдельный анализ, его тоже надо уметь делать, сопоставлять с цветом, потому что, как вы видите, тональность это часть свойств цвета. Мы здесь тоже с вами по тонам уже пытаемся разбивать, но нам по такому анализу пока не сильно понятно, сколько этих цветов использовать. Мы их местами где-то нашли, но в целом мы начинаем потихонечку двигаться в этом направлении, чтобы дальше уже переходить на данные задания, выполненные уже зарисовками. Субтитры создавал DimaTorzok